МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Ньюз, программа о новостях Казанского федерального университета и студенческой жизни. С вами Алия Садыкова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Казанский федеральный приехал знаменитый журналист Виталий Третьяков. Зеленая коробка, что скрыто за необычным названием, узнавал наш корреспондент. Первый Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние» завершился. В Казанский федеральный приехал знаменитый журналист Виталий Третьяков. В городе он пробудет три дня, проведет несколько лекций и встреч, а также появится в передаче на универсмотри. Ну а пока узнаем, как прошел его первый мастер-класс. Современные средства массовой информации пестрят разнообразием. Интернет-издания, телеканалы, журналы появляются как грибы после дождя. Однако проблемы, с которыми сталкиваются журналисты, везде одинаковые. Но какие? Об этом мы спросили у начинающих журналистов. Журналистику прут, люди сами того не осознавали, чисто для престижа, а о профессиональных качествах никто не думает. Наверное, это неграмотость, непрофессиональность, современный журналист. Наверное, то, что ей не доверяют. Реальность сейчас изменяется так, как это нужно больше политическим структурам. Вместе со студентами Института массовых коммуникаций и социальных наук 21 февраля над актуальными проблемами медиа размышлял именитый журналист и декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Человек, в котором гармонично сочетается политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?» «Философские беседы» на телеканале «Культура». Великолепный педагог, автор учебников и многие другие постаси приехал в наш город по приглашению Института массовых коммуникаций и социальных наук. Во время живого беседы мэтр порой предвосхищал вопросы студентов. Недавно состоялась научно-практическая конференция. Вопрос понятен. Он сказал о том, что надо учить студенту к тому, что выйдя из этой аудитории, они пойдут работать над дядей. Дядя будет говорить, что писать, а что не писать. Как вы относитесь к этой мысли? В суде по тому, что, как он ответил на этот вопрос, сказал, что у жена в стене нет общественной миссии, он просто не специалист. Сколько он там не работал? Даже то, что я вам сегодня говорю, не специально об этом, не возникает мощная структура, мощный институт во всем мире и только в России. В России он больше, чем в запросе возник, если нет общественного запроса. Несмотря на большой спектр проблем современной журналистики, по мнению Третьякова, любой вопрос можно решить, растя грамотные кадры. Я считаю, что все вопросы можно решить во время обучения, но кроме одного, ты не знаешь до конца, этот человек, которого ты учишь, все он воспринял так, как ты ему хотел вложить. В городе Виталий Тавиевич пробудет до 23 февраля, и мы можем гарантировать, что на нашем канале вас ждет еще не одна интересная встреча с этим потрясающим журналистом. Евгения Шевченко, Руслан Юсупов, специально для Универньюз. В пятницу прошла его лекция «Внутренняя и внешняя политика России», а в субботу Виталий Тавиевич придет в гости в нашу студию. Сюжет об этом вы сможете увидеть уже в понедельник. Говорят, что инициатива наказуема, но есть люди, которых это не пугает. Ляна Сараворудинова, студентка Института управления территориального развития КФУ, узнав о том, что ее друзья, проживающие в деревне Универсиады, жалуются на неудобства пути, пролегающего от метро до деревни, решила им помочь. Продолжение этой истории в сюжете Виктории Егоровой. Студенты, проживающие в деревне Универсиады, уже привыкли пользоваться только автобусами. А весь неподалеку находится станция метро Проспект Победы. Но этим видом транспорта из деревенских мало кто пользуется, ведь идти путем от метро до деревни неудобно. Мои знакомые все говорят о том, что очень небезопасно, очень неуютно ходить по этой дороге. У нас в штабе студенческих трудовых отрядов КФУ заразилась идея создания сквера. Мы хотим создать освещенный участок для передвижения студентов, во-первых. Во-вторых, сделать асфальтированную дорогу, чтобы им было очень удобно и комфортно перемещаться. Далее в наших планах также это поставить скамейки для отдыха. Чтобы добраться от метро до деревни Универсиады, нужно пройти 600 метров от станции. Затем студенты поворачивают на улицу Академика Парина. Здесь вдоль второго и четвертого домов и пролегает неудобный участок дороги. Зато пройдя этим путем, можно быстро добраться до деревни. Студентка Института управления и территориального развития КФУ Леана Сарварудинова к этой проблеме оказалась неравнодушной, хотя сама в деревне Универсиады и не живет. Вместе со своей командой Ильяна начала разрабатывать идею создания сквера протяженностью в 600 метров. Сейчас план проекта и смета полностью готовы. Готовы и студенты оказать необходимую помощь в посадке деревьев. Был проведен социологический опрос, и уже 80% опрошенных студентов изъявили желание нам помочь в реализации нашего проекта. И каждый факультет будет ухаживать за своим деревом. И таким образом мы хотим сделать площадку для отдыха и хорошего перемещения. Согласно смете, примерно стоимость всего проекта будет составлять полтора миллиона. Мы очень надеемся на поддержку нашего проекта «Дорога домой». И все-таки мы надеемся, что мы его реализуем. Сейчас студентки в поисках инвесторов. Также в ближайшее время им предстоит согласовать проект с администрацией города и с руководством университета. От своей инициативы девушки выгоды не ждут, а всего лишь хотят изменить мир к лучшему. Пусть пока только в нашем городе, пусть только на одной улице, но ведь это уже не так мало. В этом проекте самое главное, чтобы люди, которые ходили там, им было очень комфортно. И мы делаем лучше наш город и республику в целом. Виктория Егорова, Руслан Юсупов. Специально для Юнивердьюз. Настоящий фурор произвела буквально недавно команда Казанского федерального университета на зимней школе благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект «Зеленая коробка» Юлии Калимулиной, Булата Пономаревой, Эльвиры Ибрагимовой выиграл гранд фонда на реализацию. Что скрыто за необычным названием и каково будущее проекта, узнавал Александр Александров. «Зеленая коробка» – итог участия и работы студентов нашего университета на зимней школе благотворительного фонда Потанина. За время пребывания в Сочи Булат, Юлия и Эльвира смогли не только создать действительно интересный, оригинальный проект, но и достойно его презентовать. Результат налицо. «Пять дней мы готовились упорно, создавали проект, развивали его. И в конце концов, в последний день зимней школы мы провели презентацию, и уже по ее результатам мы стали победителями». Только для производства бумаги в мире ежегодно вырубают более 125 миллионов деревьев. Цифра не катастрофическая, если за эту проблему взяться всем миром. Один из способов ее решения – проект студентов Казанского федерального. «Гринбоксеры», так теперь называют себя ребята, видят выход в развитие экологической культуры молодежи и повышение интереса студентов к проблемам экологии. «Мы хотим просто донести до каждого, что именно от него зависит его будущее и то, каким будет его мир. Это живописная природа или серые стены». Пока проект «Ребят» существует лишь на бумаге, но уже в эти дни заключается договор между университетом и фондом. И уже совсем скоро «Гринбоксеры» приступят к реализации своих идей. «Мы хотим организовать проведение акций, приуроченных 8 марта для хорошенькой фигуры «Собирай макулатуру» и 1 мая «Мир труд. Май макулатуру собирай». Экологический проект «Зеленая коробка» пока еще довольно молод. Мы решили подать пример всему студенчеству и дать старт сбору макулатуры в Казанском федеральном. Успехов в ваших начинаниях, ребята! Спасибо вам! Александр Александров, Руслан Юсупов. Специально для «Юниверньюз». В каком формате будет проходить студенческая весна 2013? Для решения этого вопроса и не только. 20 февраля в конференц-зале научной библиотеки Лобачевского собрались проректоры по воспитательной работе вузов Республики Татарстан. Не за горами весна, а это, как известно, любимая пора всех студентов, потому что только в это время учащиеся вузов могут блеснуть своими талантами на ежегодном фестивале «Студенческая весна». В этом году в связи с проведением универсиады в фестиваль введены некоторые новшества. Возможность показать свои таланты появится у филиалах высших учебных заведений. Они вправе выступать автономно с отдельной программой. Другое новшество – это большая возможность завоевать яркие победы на студовесне большему количеству вузов. Обещаем. Если раньше было одно большое гран-при, которое давалось тому, кто был лучшим во всем, то сейчас будет даваться по каждому из направлений свое гран-при. То есть, в принципе, может быть лучшим вузом в танцах, может быть лучшим вузом в вокале, в журналистике, в интервентуальном творчестве, в театре, в оригинальном жанре и в программах, наконец. Немало других важных тем обсуждались на заседании. Например, было доложено о новом формате работы Казанского федерального университета, а также о росте числа преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в учебных заведениях. Гульнара Кашапова и Лишат Хусаенов специально для Юнивер Ньюс. Две золотые медали по карате в чемпионате Приволжского федерального округа завоевала студентка нашего университета Анна Осипова. Гульнара Кашапова побывала на тренировке победительницы, а также узнала, каким должен быть настоящий каратист. Трудно поверить, что эта хрупкая девушка, студентка второго курса Института Востоковедения и Международных отношений КФУ, может не просто постоять за себя, но и завоевать аж две золотые медали в чемпионате Приволжского округа по карате, который проходил в городе Тольятти. Действительно, для того, чтобы победить, Аня очень много работает над собой. Имея черный пояс по карате и являясь участницей чемпионатов мира и Европы, а также призером первенства мира, студентка КФУ уже на протяжении 15 лет ежедневно тренируется, растягивает мышцы, проделывает упражнения киокушинкай. Все это время рядом с девушкой находится главный тренер ее жизни – мама. Являясь моей дочерью, она выросла практически до 24-го года. Она сказала, я видеть не могу кимоно, я терпеть не могу спортзал, я никогда не буду заниматься каратэ. Каково было бы у меня удивление, когда однажды, придя на тренировку, я увидела ее в кимоно старшей сестры, когда я спросила, а ты что здесь делаешь? Она сказала, я созрела. Каратэ могут заниматься абсолютно все – и юноши, и девушки. Для того, чтобы стать настоящим каратистом, необходимо огромное желание и труд тренера. Стремиться не просто копировать, а впитывать знания и добавлять что-то свое. И тогда победа в вашем кармане. Каратэ учит не нападать, а защищаться, уважать своего учителя, близких людей, отказываться от грубости. Ученик сенсея должен четко идти к своей цели. Она призналась нам, что не собирается останавливаться на достигнутом. Я планирую повысить свои результаты, совершенствоваться, дальше заниматься, конечно же. Гульнара Кашапова, Руслан Юсупов, специально для «Инвернис». Первый при Волжске студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние» завершился. Финальным аккордом праздника «Дружба народов по Волжье» стал отчетный галоконцерт. Кто стал победителем? Узнайте из нашего следующего сюжета. В холле культурно-развлекательного комплекса «Уникс», как всегда, многолюдно. Но в этот вечер среди здешних завсегдатаев студентов можно встретить и девушку в Чувашском хушпу, или холла татарского парня в Тебетейке, и даже знатных гостей. Все они собрались по одному поводу – узнать и почтить победителей фестиваля «Национальное достояние». Так, первый студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние» подошел к концу. С минуты на минуту на сцене Большого зала «Уникса» лучшие из лучших получат заслуженные призы и награды. Давайте же увидим, кто заберет первое гран-при фестиваля. Если на открытии фестиваля «Яблоку» было негде упасть, то на этот раз ситуация была в точности наоборот. Однако на настроение присутствующих это не сказалось. Все были в предвкушении праздника. Достаточно интересно это все видеть воочию, своими глазами, общаться с этими людьми. Много хороших, бурных эмоций. Замечательно просто. Духовное наслаждение. Веселье, впечатлений, хороших номеров. Как мы ни старались, узнать раньше времени обладателя гран-при не удалось. Члены жюри, казалось, пребывали под впечатлением от просмотренных конкурсных номеров и только подогрели наш интерес. К счастью, начало галоконцерта ждать пришлось недолго. Сперва всех гостей, участников и зрителей поприветствовали ведущие. А следом за ними на сцену поднялся проректор КФУ по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Здравствуйте. Дорогие друзья, в сегодняшний день у вас собрался прекрасный народ, прекрасные люди. Все люди, которые любят творчество, которые любят культуру, а самое главное, любят язык. И понеслось. Народные песни, пляски, призы, победители и аплодисменты. От ярких костюмов и обилия номеров глава шла кругом. И этот вечер был богат на яркие эмоции. Но больше всего зрители оживились, когда стали объявлять победителей в номинациях. Представители нашего университета сразу же вышли в лидеры. Первые, вторые, третьи места. Радости аудитории не было предела. Второе место присуждается коллектив «Мелимер Жанет» Казанский федеральный университет. Но даже этого не хватило для общей победы. В ожесточенной борьбе за гран-при фестивале нас обошел Саратовский государственный университет. Вместе с Кубком гости из Саратова получили и право провести следующее национальное достояние. Шанс вернуть фестиваль в Казань будет ровно через год. Ждем побед. Александр Александров, Алексей Игнатюк. Специально для Юнивер Ньюз. С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас на сайте universмотри.ru. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»